Научный факт. Осы просыпаются после зимы, когда температура воздуха прогревается до 14 градусов. А вот их стальные армейские сородичи все погодные. Нынешней весной они заняли позиции на Брещене. Комплекс уверенно работает на дальности до 10 километров. Даже в условиях значительного радиоэлектронного противодействия. Время развертывания составляет порядка 6 минут. Боевой расчет машины 5 человек. Сегодня за системой управления курсанты. Личный состав сдавал допуск на проведение боевых стрельб. Справился с этой задачей на хорошо. Проводилась тренировка в отработке нормативов боевой работы, которые в дальнейшем выносились на допуск стрельбе. Есть специализированный класс у нас в Академии. Имеется и свой тренажер, на котором мы отрабатывали все нормативы. Захват цели, сопровождение, пуск ракет, имитированный. На тренажере мы занимаемся каждый день. Час тренажер, час сами нормативы. В ходе занятия «Стражи неба» совершают марш на боевых машинах из запасного района на стартовые позиции, где производится топопривязка к местности. В качестве мишени запускают специальные имитаторы воздушных целей. На индикаторах расчетов они выглядят как вертолеты огневой поддержки. Когда цель появляется в воздухе, на ее поражение дается чуть более 10 секунд. Это моя первая стрельба. Была немного волнительная изначально. Тем на позиции, собрались с мыслями, и все получилось отлично. Отличный зенитно-ракетный комплекс. Расчеты справились, оценены на отлично. Все пуски, прямое попадание. У них будет подчиненный личный состав, техника вооружения. А самое главное, у них уверенные знания и владения уверенной техникой. Для нас это очень важно. На этом подготовка курсантов не заканчивается. В конце лета на этом же полигоне пройдет выпускной экзамен, где задача минимум повторить безупречный итог сегодняшней тренировки. Сергей Хиропов, Александр Микульчик, Станислав Кушнер, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».